В принципе, со стороны оппонентов Вадима ситуация очень простая. Они в целом больше всего обиделись. Что произошло у самого Вадима? У меня теперь любой решение от Вадима может быть блокировано его соучредителем, директором. Раньше такого быть не могло. А почему это было сделано? Потому что директор и соучредитель захотел получать все-таки дивиденды, дополнительную прибыль с компании и ее распределять. Пугался немножко, что играл. Все по-разному. Что, ребят, у Вадима веселуха происходит. Много коробок. Считают. Тут у него с самого утра, с 5 утра у него тут был отгрузка товара. Потому что его нельзя сказать, что вывозили. Товар отгружен официально. А ты что, вируса боишься? Ты где-то в маски ходишь? Или это стиль? Стиль. А, не побрился. Я тоже не побрился. Вадим сорвал раньше времени. Сегодня прям Вадим мистер популярный. Видите, какой тут тачек сегодня просто в круг. Все. Думаю об этой ситуации. Да, на, держи в две руки. Что думаю об этой ситуации? Вообще бизнес вести сложно. Когда нету одного руководителя, а есть партнерские отношения, вести бизнес еще сложнее. Потому что в любом случае у каждого свои мысли, свое понимание ведения бизнеса. И даже когда два человека договариваются, говорят друг другу. Грубо говоря, об одном и том же подспудно в голове у них могут идти разные мысли, разное понимание договоренностей. Поэтому нужно все фиксировать на бумаге. Я уже подошел, пообщался с стороной, со вторым учредителем, с гендиром. То есть у ребят свои претензии, какие-то моменты есть о том, что они договорились не на бумаге. И по их мнению Вадим не выполнил. Или выполнил не так, как они договаривались. Вадима свои вопросы, потому что он не глядя подписывал документы. Но ведь была реальная возможность Вадима их читать. Ну если по-честному говоря, он мог читать документы, которые подписывает. Это сложный момент. Мое мнение по ситуации, на самом деле, или нужно ребятам договориться. И это единственный вариант, спасти доходность, спасти в целом этот бизнес. Потому что если сейчас начнется вот эта вот вся каша, потому что это будет приостановление деятельности компании, аресты, опись продукции. Главное, не было в этой компании, это все вранье. Никакой официальной отгрузки не было, договор поддельный. Его ни с кем, никто не согласовал. Второй участник не согласовывал. И ничего официально, никто не согласовал. Было бы официально, не были бы спилены двери тут. Не было бы отключено интернет, ничего бы не было отключено. Перестаньте брать везде. Вот так вот. Меня даже не знает девушка. Но видите, говорят, что нет. Хотя, все со стороны Гендир отгрузочные документы сделаны были. Но видите как, ведь если согласована отгрузка, как у нас происходит, например, у нас есть партнеры, мы им отгружаем по договору поставки. Мы отгружаем, отправляем два экземпляра договоров в сторону нашего покупателя. Он их получает, с нашей стороны договора уже подписаны. Он подписывает опыт договора тоже. Один экземпляр остается у нашего партнера, второй экземпляр он отправляет нам. Но это опять же момент доверия. Зачастую нужно, конечно, делать иначе. Сначала подписать оба экземпляра договора, потом делать сделку. Но так не всегда возможно, потому что время, оно приравнивается к деньгам в данный момент и очень сильно им равняется. Поэтому сложный момент. Но товар стоит на месте, если сейчас будет инкриминироваться кража, его опишут, его увезут, потому что всегда кажут нелегитимность сделки по отгрузке. Но если это договор по ставке с реализацией, например, то есть за реализацию даже денег не должен человек. То есть он должен продать, вернуть денег, когда он все продаст. И когда он все продаст, он сам фиксирует момент, он сообщает, я все продал, что должен быть товар с соответствующими качествами, лучше всего можно придумать. В общем, в нашей стране построена система так, что либо ты сверхграмотный, ты все страхуешь, ты все прописываешь, либо ты решаешь уже через момент силы, он никогда не исключается, возможностей знакомств. К сожалению, это так. Это плохо. На самом деле, если бы было бы хорошие и правильные законы, их верное, честное исполнение и равенство всех, это, наверное, был бы самый честный момент, и таких ситуаций, может, не возникало. Скажи, а у тебя было что-то подобное в опыте? Слушай, да у меня было что-то подобное. Такой 15-16 год, там была тоже такая каша, нас пытались из нашей же конторы турнуть, ситуация была очень неприятная. Почему, в принципе, Вадим обратился с вопросом вообще, что делать, потому что я подобную ситуацию прошел. У нас, видишь, очень сильно разный с Вадимом подход к делу, да? Вадим очень много показывает свой бизнес, свою доходность, то, что у него происходит, да? То есть там все сторисы, когда проблемы... То есть я не говорю ни о проблемах, никогда не жалуюсь, потому что я к этому не склонен, я даже просто так не банально это не умею, да? То есть у меня, естественно, есть какие-то компроматы на моих врагов. Так, да, я подобное проходил, больше полутора лет заняло разбирательство, причем там было все не настолько, на самом деле, глобально, не так сильно закручено. Там было чуть проще, там был вид, на один момент юридический, по которому пытались копать, там занесли деньги против нас, эти деньги, в принципе, довольно честно отрабатывали люди-исполнители, но тут оказалось силы на стороне правды, что здорово. И, на самом деле, это идеальный вариант. Можно тут так же. Но послушаем фокус, и, конечно, я думаю, туда просто договориться. Потому что реально просто взаимные обиды, большей частью, являются камнем преткновения. Одни хотят одно, да, у одного вот там тяжелые времена, вот у Вадима тачки дорогие, а у меня они дорогие, хочу больше. Правда, человек много работает, если он реально много работает, то он здраво оценивает свой вклад, прибыльность. Какая веселая BMW едет, односветная. Это хи приехали. Тарас? О, бойцы приехали еще, дай кучу. Вот я пойду подниму. Не знаю, но мне интересно, что он сейчас давал вопрос по какому вопросу. На самом деле, если по этому вопросу инкриминируют кражу, да, со взломом тем более, то как бы тут, ну, это уже плохо. Это в разрезе этого дела будет совершенно, возможно, поторопились. Ну, это уже такой момент надлома, когда уже, наверное, тяжело терпеть, тяжело ждать. Легать денег все не хватает, потому что есть расходы, там, магазины, еще что-то. Столик куда-то несут? Во стол украли. Спасибо большое. Ну, давайте, ребята, вы все хотели узнать, что случилось. Я вам расскажу ту сторону, которая от Вадима. Информация, просто я сейчас приехал сегодня, пообщался с его соучредителем, с представителем магазинов, в принципе, со стороны оппонентов Вадима. Ситуация очень простая, они в целом больше всего обиделись. Вели дела, они очень в формате дружеском. Многие договоренности они не прописывали на бумаге, они на словах договаривались, и я так понимаю, что вышло так, что где-то ребята думали по-своему, где-то Вадим. Начался кризис, который усугубил в целом положение дел у розницы, у которой возникли вопросы к Вадиму, от его партнера по розничным магазинам. У Вадима возникали вопросы к его директору в связи с, скажем, неэффективностью работы. У директора возникали вопросы, у директора и соучредителя, вопросы по степени оплаты его труда и его оценки. Это со стороны оппонентов. В принципе, ребята хотят договориться с Вадимом на новые условия работы и продолжить. По крайней мере, сегодня они решили, что не надо договориться. Что произошло у самого Вадима? Основная часть это то, что Вадим подписал ряд документов, не читая. В связи с хорошими дружескими отношениями, ему давал директор документы подписывать, Вадим подписывал, и из-за этого он получил некоторые проблемы с контролем и управлением над своей компанией. Происходили ряды других моментов. Отгрузки, вот как сегодня утром, я показал кучу товара, товары отгружены по накладной, вроде бы по подписанной, и даже принята эта накладная покупателям. Но оказалось, что товары выносили утром очень быстро. Тут в 5.30 утра все началось. Мне Вадим позвонил, что около 10. И товары не бьются. Товары, которые находятся на улице, их пересчитывают, они не совпадают с накладной. И тут ребята, мне кажется, партнеры Вадима поторопились. Это уже нервы, это усталость, это какая-то внутренняя обида. И в данный момент они создали себе именно этим прецедентом, возможно, реальные проблемы. Потому что до этого все было в плоскости юридической, документы, уставные отношения. То есть прецедент по уставу единственное, что изменилось, но существенно и важное. У Вадима 85% долей компании, у его партнера 15. И важные моменты в компаниях решаются на собрании учредителей. И у них голоса распределялись, кстати, 85 на 15, и все решения принципиальные мог принимать Вадим. В новом уставе, видоизмененном, их голоса сравнялись. То есть голос Вадима стал равен голосу партнера, несмотря на количество долей в компании. Тем самым, например, то есть теперь любое решение Вадима может быть блокировано его соучредителем, директором. Раньше такого быть не могло. А почему это было сделано? Потому что директор и соучредитель захотел получать все-таки дивиденды, дополнительную прибыль с компанией и ее распределять. А Вадим принципиально считал, что деньги распределять ему в плане дивидендов компании не нужны. И все хотел оставлять внутри компании для развития, для бизнеса. И были у его партнера вопросы. Потому что, понятно, Вадим получше машины у Вадима, полеты в Америку, не в Америку, какие-то стратегические планы. Он человек другой, видите, он человек воздушный, весьма, весьма, весьма воздушный, который не читает документы, которые подписывает. Почему вообще я здесь? Я, как видите, выслушал обе стороны, и мы с Вадимом... Он там ходит, ходит, разговаривает по моему телефону, вот. Я просто в этой ситуации разобраться, потому что я в любом случае понимаю, что этот бизнес, этот бренд создан Вадимом. Кстати, бренд, точно, товарные знаки, Bonafide и все остальные, его партнер уже переоформил в другую компанию. Я говорю, то, что мне слова Вадим, я не видел документов, как теоретически было проведено и так далее. Но ввиду того, что товарные знаки являются, грубо говоря, как индивидуальной собственностью и активом... Ну, то есть, в принципе, товарный знак, чем отличается от стула? Стул можно продать и товарный знак можно продать, вот. А директор имеет право продать машину с компанией. И, кстати, машина у них тут еще была вот Kia. Помните, может, за Вадимом смотрит, на Kia катался одно время. Она Optima, вот Optima тоже уже переоформлены на директора. Ну, все вроде там в беленькую номера и так далее. Она была лизинговая, возможно, лизинг закрыли, переоформили. В принципе, директор это мог сделать. Видите, я тоже, я могу только сказать, то, что есть, то, что знаю сам. Я никого даже не хочу обвинять в чем-либо, кроме того, что реально можно видеть глазами и понимать. Что я вижу в этой ситуации? Я уже, помню, раньше сказал, повторюсь, то, что нужно договориться. Потому что вместе они бизнес вели, делали, и вроде все заинтересованы. И даже вот парень, которым я общался сегодня, который занимается рыночными магазинами. Честно скажу, у него горят глаза. Он хотел, он хочет тут заниматься, он хочет товар. Он руководил там магазином в Москве, в Питере, еще где-то. И прям хочет двигаться, но у него надрыв. Внутренний надрыв, потому что он в минусах. Понятно, кризис, розница не работает. Понятно, что выход Bonafide на e-commerce, Wildberries, там еще куда-то, снизил заработок, розницу очень сильно. Может, был бы логичным путем создать для e-commerce другой бренд, да, Bonafide оставить специализированным, как тот же самый там, Labella Mafia или вещи Nebia, Gasp, которые продаются в основном как спецтовары, спецрозницы, и за ними люди не идут на Wildberries. Это сложный момент, сложный момент работы с партнерами, у которых спецрозницы и e-commerce. С одной стороны, бизнесмен, предприниматель не имеет права ограничивать свои продажи, тем самым он расписывается в своей неполноценности. Это как отдать, не знаю, эксклюзив. Ну, какой-нибудь, то есть в Москве был только один эксклюзивный продавец генетика. Ну, не может он продать товар всем желающим, да, то есть бренд сам себе ограничивает поставки, поэтому есть, конечно, бренды маленькие, слабые, которые как раз таки тем, что они отдают эксклюзив, гарантируют себе небольшой объем протаж, но гарантируют, потому что им не нужно конкурировать. Сам маленький магазинчик или крупный магазинчик будет их продвигать специально, потому что у других этого бренда не будет. Мы, или мы, или вот Вадим, он создает бренд, да, то есть вообще вещей-то очень мало, то есть спортивное питание являющееся брендом. Так, сорвалось или ты договорил? Нет, договорил. Все, я сейчас спущусь. Ну, как видите, мне позвонили, сорвали. Немножечко я забыл ход своей мысли, о чем я говорил. Все, в общем, я свое небольшое дело сделал, для себя разобрался в ситуации, возможно, для вас много помог разобрался в ситуации. Моя еще потребуется, мое вмешательство. Я вам еще расскажу дополнительно, так что, надеюсь, ну, для всех, да, я остаюсь в нейтралитете за справедливость. Думаю, что ребятам, конечно же, готовы договориться, и нужно продолжить двигаться, потому что они все этот бренд любят, все этот бренд вместе создавали. Вот, смотрите, у водинки, молодец, перчатки, перчатки, маски, какое-то, этот, средство для материала унитаза стоит, руки протирать, так что все, ок, сейчас заберем, что там. Кстати, почему-то все камеры, на втором этаже, вот здесь, все камеры оказались направлены вниз, а не вверх. Кто-то камерки поломал. Наверху тоже вниз опущено. Да, они все зло. Все, ну, все камеры посносили. Ну, наверное, потому что, когда выносишь товар законно, нужно все камеры выключать. Это такая традиция. Ветроуган, наверное, вообще жуткий, наверное, будет плохо слышно. Слышно плохо, но вот товар до сих пор считают у Вадима. Зачем считают? Докладная жизнь. Вот, ребят, смотрите, это меня не было на работе, тут у меня сотрудники сделали вот такой стеллаж. Ну, вот это очень красиво выглядит. Прочит, маленькие банки минусные. Вот наверх поднять, наверное. Действительно симпатично. Некоторые медали тут. Очень приятненько. В общем, приехал, все, я уже в офис. Сейчас пойду в один очень важный кабинет. Там еще от компании Madbull пришла защита на мотоцикл. Я уже отдельно ролики покажу. Мои друзья, они занимаются. Я говорю, протестируй. Я говорю, что они как-то будут тестировать защиту. Я что, должен в ней шлепнуться? Нет, плохая идея. А они говорят, мы тебе вышли щиток отдельный. Нагрудный. Там же специальный пластик. Попробую в него выстрелить. Конечно, я понимаю, что, наверное, пластик не рассчитан у черепахи, у циклет на защиту от выстрела, там, в 90 джоулей. Но все-таки проверим. В общем, так. Ребят, ждут вас комментариев, ваше мнение по ролику, который я рассказал, который я вам показал, о том, что происходит у Вадима. Постарался вам писать ситуацию со стороны Вадима, ситуацию со стороны его партнеров. Расскажите, кому вы доверяете, кто вы думаете об этой ситуации. Это очень интересно. Я вам желаю отличного всем дня. Следующий ролик будет уже про тренировки. Вот так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!